Кинематография Для советского народа это была Великая Отечественная война. Он вел ее во имя свободы и независимости своей социалистической родины, во имя избавления Европы и всего мира от фашистского порабощения. 20 миллионов жизней советских людей унесла эта война. Наш народ не забудет ее никогда. Леонид Ильич Брежнев В Соединенных Штатах Америки Кинопрограмму комментировал артист Берт Ланкастер. Я стою в центре Кремля. Эти колокольные древние соборы помнят солдат Наполеона. В 1812 году французам удалось захватить Москву, но вскоре русская армия изгнала завоевателей. Одним из героев той освободительной войны был князь Петр Багратион. Советский план освобождения Белоруссии получил название операция Багратион. Три года земли на северо-западе Советского Союза были под пятой фашистов. В 1944 году советская армия освободила Белоруссию. Продолжая победный путь на запад, она затем перешла границу Германии. Наш фильм – освобождение Белоруссии. Три года войны были уже за плечами этих солдат. Словно сама история шла дорогами освободителей. Вся тысячелетняя Россия, на которую посягнули захватчики. На древней новгородской земле в 1242 году Александр Невский разгромил тефтонских псов-рыцарей. Семь веков спустя здесь, по директиве Гитлера, должна была пройти зона пустыни. Семь веков спустя здесь, по директиве Германии. Были разрушены древние храмы, в глазницах бесценных фресок, пробитые амбразуры. Это им, говорил Гитлер, никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения. Дети Барбаросы, наследники Атилы, они мнили себя народом господ, сверхлюдьми. Они уже прочили тысячелетие Третьему Рейху. Мы возьмем в руки меч Зигхрида и завоюем мир, пели они. Весь мир должен был пройти сквозь огонь очищения, от таких предрассудков, как добро, гуманизм, совесть. Шел 1944 год. Уже вызволен Новгород, освобожден Смоленск, почти вся Россия. Освобождены первые белорусские села. Полупустые, полусидые, полуживые. 1944 год стал годом решающих побед. Шел на запад советский солдат-освободитель. Шел по фронту протяженностью в сотни и сотни километров. Как никогда он был силен и фронтовой закалкой, и боевым духом, и сознанием своей великой освободительной миссии. Отсюда, из Белоруссии, им была уже видна та сторона, откуда пришла война. Но зимой и в первые дни весенней распутицы солдаты еще не знали, какая гигантская битва ждет их летом. Субтитры создавал DimaTorzok Солдаты 44-го Белорусская операция «Операция Багратион» готовилась к советским верховным главнокомандованию глубокой тайны. В ней участвовали испытанные полководцы Великой Отечественной войны. О плане этой грандиозной битвы маршал Советского Союза Василевский писал. Предусматривалось мощными ударами по флангам белорусского выступа разгромить главные силы немецкой группы армий «Центр». Четыре крупных группировки войск ударят одновременно и, освободив Белоруссию, пробьются в Прибалтику. На наиболее уязвимые для немцев восточно-прусское и варшавское направления. К осуществлению операции «Багратион» привлекались войска четырех фронтов. Первый – Прибалтийский фронт, командующий генерал Баграмян. Третий – Белорусский, командующий генерал Черняховский. Вторым Белорусским фронтом командовал генерал Захаров. А на южном фланге Первый Белорусский фронт возглавлял блестящий полководец Рокоссовский. Операция «Багратион» готовилась с исключительной тщательностью. По фронту протяженностью почти в 700 километров советское командование сосредоточило крупные силы. 4 июня 1944 года в войска прибыл маршал Василевский. Отсюда он доложил Верховному. Подготовка к операции проходит по намеченному плану. 5 июня на фронт прилетел маршал Жуков. Жуков и Василевский, как представители Ставки, координировали действия фронтов. 6 июня. Второй фронт в Европе, наконец, открыт. Субтитры создавал DimaTorzok И хотя судьба фашистской Германии была уже фактически предрешена, вспоминал Георгий Константинович Жуков, советские воины радостно приветствовали тогда открытие Второго фронта. Последние мгновения тишины. За тысячи километров от Нормандии советская армия готовила небывалое по своему размаху и значению наступление, крупнейшее в летней кампании 1944 года. Теперь у советских войск вдвое больше танков, орудий, самолетов. У них втрое больше солдат, чем у немцев. Они могут решать любые самые сложные оперативно-стратегические задачи. Первыми начали боевые эскадрильи. Погода часто была нелетной, но советская авиация нанесла противнику сокрушительный удар. С тыла фашистов атаковали народные мстители, белорусские партизаны. Они были хозяевами на большой территории, вплоть до самого Минска. С фронта на немецкие позиции обрушился всеуничтожающий огневой шквал. Одновременно били 36 тысяч орудий, минометов «Катюш». Катюш! Катюш! КОНЕЦ КОНЕЦ Советский солдат. Он шел сюда, продираясь сквозь холод смерти, сражаясь за каждую пять земли, за каждую деревушку, каждый дом. Войска готовились к наступательному броску. Два с половиной миллиона человек. КОНЕЦ Еще гремели батареи, когда отдан был приказ к танковой атаке. Силы советских армий были велики как никогда. 118 стрелковых дивизий, 8 танковых и механизированных корпусов, 15 танковых бригад и еще 36 дивизий в резерве. Угроза полного разгрома заставила гитлеровское командование перебросить в Белоруссию войска из Нормандии. Все, что они могли наскрести. Но все тщетно. Под ударами советских войск немецкие оборонительные рубежи рухнули буквально за одну ночь. Силы советских армий Силы советских армий Солдат 44-го. Советский воин. Ему потом воздадут хвалу многие западные историки и военные специалисты. А мы хотели бы добавить. На белорусской земле в те дни сражалось 630 тысяч коммунистов. Каждый четвертый солдат был коммунистом. Филы советских парадой В целом. В целом. КОНЕЦ Одну за другой советские войска перемалывали дивизии Гитлера. Пять, десять, тринадцать, меньше чем за неделю 50 немецких дивизий потеряли здесь более половины личного состава. И под грохот орудий и слепящие вспышки «Катюш» Гитлер в ярости сместил командующего группы армии «Центр», но и это уже не могло помочь. За шесть дней вся линия немецкой обороны была прорвана. Советские войска загнали противников в три огромных котла. КОНЕЦ За шесть дней и ночей советские армии продвинулись на 150 километров к западу. Они освобождали город за городом. И никто иной, как Уинстон Черчилль, заявил тогда, что русские выпотрошили германскую армию. 26 июня был освобожден Витебск, 29-го – Бобруйск. Разбиты почти десять вражеских дивизий. Витебск. Фашисты взорвали тут все общественные здания, уничтожили все, что только успели. Дни гитлеровских армий группы «Центр» были уже сочтены. Стальные клещи войск Черняховского и Рокоссовского охватили белорусскую столицу – Минск. Здесь в Огненное кольцо попало сто тысяч гитлеровцев. На рассвете 3 июля 1944 года в Минск ворвался первый советский танк. Целый день в городе не стихали бои. Лишь к вечеру столица Белоруссии была очищена от врага. КОНЕЦ Из укрытий и подвалов люди выходили навстречу своим освободителям. А вокруг только развалины. Ничего не осталось. Ни домов, ни заводов, ни театров, ни больниц. Так выглядел тогда Минск. А эти кадры сняты 30 лет спустя. Минск – цветущий город, город-герой, столица Советской Белоруссии. В нем спокойно и счастливо живет более миллиона граждан. Тогда, в 1944-м, гитлеровцы, разрушив Минск, старались стереть с лица земли всю Белоруссию. Они взрывали с завода, жгли села. Уходя, они разрушали полотно железных дорог. Советская армия шла все дальше и дальше на запад. Врага выбивали из последних укрытий. Гитлеровцы уже не могли противостоять дивизиям и полкам, получившим имена освобожденных городов. Витебские, Бобруйские, Борисовские, Минские. Позади кошмар оккупации. Нелегко решить, с чего начать, куда идти, где жить. Сто тысяч гитлеровцев попало в плен после боев за Минск. 17 июля 1944 года. Раннее утро на московском ипподроме. Им предстоит необычный, невиданный в истории парад. Мир знает, как они любили маршировать, как щеголяли выправкой и знаменитым прусским шагом. Мир помнит их песни. Мы будем маршировать дальше, и пусть все разлетится в клочья. И вот они бредут по широким проспектам Москвы. 57 тысяч солдат и офицеров. Бредут под пристальным взглядом тысяч молчаливых москвичей. У каждого из них кто-то близкий, убит. Сожжен в лагерных печах, замучен в плену. Но немецких военнопленных никто не будет морить голодом, травить собаками. Никто не будет душить их в газовых камерах. Мир знает две деревни в Европе. Французскую Радур и чешскую Лидиц. Но все люди обязаны помнить символ фашистского варварства «Хатынь в Беларуси». Мартовским утром 43-го года эсэсовские палачи ворвались в Хатынь. Они обвинили жителей в том, что те помогают партизанам. Всех жителей Хатыни, женщин, детей, стариков, всех до одного загнали в сарай. Он стоял как раз на этом месте. Фашисты наглохо заперли двери и подожгли сарай. 149 человек, среди них 76 детей, были сожжены заживо. Чудом спасся только Иосиф Каминский, деревенский кузнец. Полуживой он вернулся в деревню и увидел сожженные тела своей жены и троих детей. Его 15-летний сын Адам еще жил. Он умер через несколько минут на руках отца. Теперь деревни Хатынь нет. Есть только памятник Кузнецу Каминскому и его сыну, всем жертвам этого неслыханного злодеяния фашистов. Сотни деревень были до тла сожжены карателями на белорусской земле. За три года оккупации нацисты уничтожили здесь 2 миллиона 232 тысячи советских граждан. Погиб каждый четвертый житель Беларуси. Колокола Хатыни звонят по мертвым. Колокола Хатыни вызывают к нашей памяти. They told for the dead. They told so that we will not forget them. КОНЕЦ 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 Я вам спею песенку, посею огурочки, встала на окне, стала им песня. Нет, забрали, расстреляли, завезли за школу, побили. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Да, директива Гитлера превратить Белоруссию в зону пустыни выполнялась пунктуально и беспрекословно. Фашисты хотели лишить народ его будущего. В душе народа это незаживающая рана. Июль 1944 года армии маршала Рокоссовского подошли к восточному берегу реки Буг. Они освободили Брест и его легендарную крепость. Ту крепость, что в 1941-м вела смертельный бой в кольце гитлеровских войск. Советские войска форсировали Буг. Впереди лежала многострадальная земля Польши. Победа в Белоруссии переросла в успех всей летней кампании на советско-германском фронте. Уже к середине июля советские войска развернули гигантское наступление от Балтики до Карпат. Прибалтика. Она прикрывала кратчайшие пути к жизненным центрам Восточной Пруссии. И потому бои здесь носили крайне ожесточенный характер. В числе первых на родную землю пришли бойцы латышского и эстонского корпусов, воины литовской дивизии. И всюду в Латвии, в Эстонии, в Литве все тот же знакомый почерк фашистов. Уходя, они взрывали, вешали, расстреливали. Концлагерь Клоога. Здесь было две тысячи узников. Этот человек сражался в партизанском отряде. Его жена погибла под пытками эсэсовцев. Погибла, но никого не выдала. Клоога. 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 В конце лета войска генерала Баграмяна овладели почти всем побережьем Балтики. Освобождены Каунас и Шауляй, Тарту и Нарва. 22 сентября свобода пришла в столицу Эстонии Таллин. Тарту и Нарва. Клоога. Тарту и Нарва. Клоога. Проект. 13 октября красный флаг взвился над освобожденной Ригой. Субтитры создавал DimaTorzok Разгром гитлеровцев в Белоруссии и Прибалтике позволил советской армии выйти к границам Восточной Пруссии. Здесь, в начале 45-го, операцию начали войска генерала Черняховского. Он был одним из самых молодых и талантливых советских полководцев. Он защищал Новгород в 41-м, воевал на Днепре в 43-м, освобождал Белоруссию и Литву. Он был смертельно ранен и не дожил до победы. Это последняя съемка генерала Черняховского. Под крыльями боевых самолетов Германия. Теперь ее города непрерывно бомбит советская авиация и авиации союзников. Война пришла туда, где она зародилась. Герман Геринг клялся, что ни одна бомба не упадет на Германию. Он не сдержался нам. А фюрер все еще пытался поднять дух нации. Он принял лично на себя командование всеми военными действиями. Он кажется полон решимости продолжать войну. Продолжать, даже если она принесет гибель немецкому народу. Даже генералы Рейхсвера, которые поддерживали фюрера, почувствовали приближение краха. Они попытались убрать Гитлера. Но заговор провалился. Идет процесс над участниками покушения на Гитлера. Многие заговорщики были расстреляны на месте. Другие покончили с самоубийством. Оставшихся в живых предали суду. По иронии судьбы, среди подсудимых оказался граф Шуленбург. Это он, будучи послом в Москве, передал советскому правительству меморандум о нападении на СССР. В последние месяцы Гитлер объявляет тотальную мобилизацию. Он приказывает готовиться к длительной обороне. Ведь русские уже в Восточной Пруссии. Вековом логове германского милитаризма. Фашисты все еще писали на стенах. Мы не капитулируем. Но советские войска уже штурмуют Кенигсберг. Город, который Гитлер объявил абсолютно неприступным бастионом немецкого духа. За два дня сражения в Кенигсберге воины советской армии очистили более 230 кварталов. Захватили три мощных форта. 9 апреля 1945 года. Столица Восточной Пруссии, Кенигсберг. Цитадель германского милитаризма. Родина фельдмаршала Гинденбурга. Пала. Немцы понесли огромные потери. 42 тысячи солдат только убитыми. 92 тысячи взяты в плен. Никогда еще советская армия не была так сильна. Она разгромила группу армий-центр, освободила Белоруссию, Прибалтику, польские земли к востоку от Вислы и Нарева. Эти солдаты прошли дорогами летнего наступления 44-го года. Они сражались там, где доблестно воевали герои Отечественной войны 1812 года. Операция Багратион завершилась полной победой советской армии. Война народная. Война, в которой солдаты сражались за родную землю, сражались и гиблись за свою советскую родину. КОНЕЦ Заря освобождения ставала над измученной фашистами Европой. И на своих победных знаменах ее нес советский солдат. КОНЕЦ КОНЕЦ Наш следующий фильм от Карпат на Балканы и Вены. После того, как советская армия изгнала фашистов со своей земли, еще оставались оккупированными Румыния, Болгария, Венгрия, Чехословакия, Албания, Югославия, Австрия. Эти страны стали ареной освободительных битв советской армии. Она потеряла один миллион солдат в этих боях последнего года Великой Отечественной войны.